Первый вопрос, что же такое абонентская плата и зачем ее платить? Для этого мы разберем бесплатный сервис и платный сервис. Я попытаюсь оперативно писать. Что же такое бесплатный сервис? Большая часть, практически у каждой платформы обслуживаемой GPS-мониторинга, есть свои бесплатные программы. Что это такое бесплатно? Это сокращенная версия платной программы, для того, чтобы клиент мог попробовать. Это первое касание с функционалом программы. Итак, теперь мы разберем, какие функции может бесплатная программа и платная. Но прежде чем начать разбирать подробно, все-таки хотел бы расписать, пояснить, что такое бесплатно. Бесплатно это понятие больше как в кавычках разговаривается, что это нет оплаты за саму программу. Но в каждом GPS-трекере есть карточка мобильного интернета, которую самостоятельный клиент должен пополнять. То есть мы, когда говорим бесплатно, это без оплаты за использование программы. Но при этом все-таки оплата карточки мобильного интернета есть, и клиент ее должен оплачивать. В случае же с платным сервисом оплата за мобильный интернет, она входит в стоимость, поэтому клиент ее не пополняет. Итак, сравним две программы, сравним платный и бесплатный сервис. Первый момент. В бесплатном сервисе количество объектов. Что такое количество объектов? Это могут быть машины, это могут быть люди, это могут быть всевозможные предметы, которые находятся под мониторингом. В бесплатном сервисе это 1-3 объекта, которые могут находиться в одной учетной записи. Многие пытаются хитрить, делать несколько учетных записей, чтобы в каждой было там по 3 и так дальше. Но это неудобно. Открывать, чтобы посмотреть остальные несколько объектов, нужно заходить по другую учетную запись, смотреть. Платным же в этом сервисе это неограниченное количество пользователей, объектов, автомобилей, которые могут находиться в одной учетной записи. Второй момент. Это срок хранения данных. Что это за пункт? Это срок статистики, который вы можете поднять и посмотреть в данных видах программы. Это история поездок, история посещений, стоянки, остановки. То есть всю статистику, что происходило с транспортным средством или с другим объектом за время отслеживания. В бесплатном сервисе это до 1 месяца. В платном сервисе это до 12 месяцев. При этом этот срок можно продлить за счет того, что сохранение предыдущих 12 месяцев в форме не в режиме онлайн, а закодированных лог-файлах, которые могут храниться просто отдельно на сервере и потом подниматься по необходимости. Итак, третий момент, третий пункт, по которому мы сделаем сравнительную характеристию. Количество отчетов. Количество отчетов. Что я имею ввиду под словом отчеты? Отчет это каждая функция, это отдельный отчет. Это может быть отчет по движению, отчет по стоянкам, по остановкам, по вхождению в какие-то геозоны, по выходу из этих геозон. И, в общем, разнообразные показатели, которые может снимать данная программа. В бесплатных сервисах такие отчеты могут быть от 1 до 5. В платном сервисе это может быть в районе 250. Отчетов и показателей анализироваться одновременно. Четвертый момент, самый важный, который самый основной для принятия решения, который и служит вот этим индикатором, по которому принимают решения. Это называется контроль топлива. В бесплатных сервисах практически у всех данная функция ограничена. И когда она предусмотрена, но она ограничена, она не работает. Когда клиент выбирает контроль топлива, его просят перейти в платную версию. То есть здесь данная функция недоступна. То здесь же она есть. Пятый момент. Завершающий. Мы, скажем так, ограничимся всего 5 пунктами. Это пункт завершающий. Ну, не основной. Мы не будем долго это расписывать. Всего возьмем 5 пунктов. Первое, это сертификация. В бесплатном сервисе она отсутствует. В платном сервисе она есть. Что такое сертификация? Сертификация, это сертифицированное программное обеспечение в Украине, в частности. Которое дает возможность официально использовать показания GPS-мониторинга. И, соответственно, для бухгалтерии, для других органов высылаться на составление разных документов. Соответственно, приобретать для юридических лиц. Чтобы подвести черту и сделать итог при выборе, для кого это подходит, бесплатный, платный сервис. Бесплатный сервис подходит так называемым людям, физическим лицам, у которых, или предприятиям даже, у которых 1, 2, 3 машины. Это с маленьким парком, которому не нужна большая статистика. Просто хотят контролировать машину в режиме реального времени, не больше. Платный сервис уже, и здесь же нет контроля топлива. В платном сервисе это уже большие автопарки. Ну, что такое большие? От 5 единиц транспорта. Это с легковыми, грузовыми и так далее. Которые же хотят анализировать, собирать статистику, делать выводы, сравнивать, экспериментировать, путевые листы заполнять. И вести, скажем так, основная задача платного сервиса это уменьшить затраты на содержание транспорта.